Новые возможности для восточного партнерства Польский взгляд, Эурочтив, Чехия Яцек Чапутович, Эурочтив, Чехия 17 мая 2019 года В результате расширения Европейского Союза в 2004 году страны, находящиеся на восточном рубеже ЕС, стали его ближайшими соседями Дипломатические ведомства Польши и Швеции, совместно с другими государствами Членами ЕС, активно занялись совершенствованием инициативы по организации специального партнерства с шестью странами такими как Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной Торжественный дебют инициативы состоялся в мае 2009 года во время саммита ЕС в Праге и был назван Восточным партнерством ВП Через десять лет после появления инициативы мы знаем, что она не является совершенной Однако, это своеобразный сплав политических амбиций, стратегического потенциала и геополитических компромиссов В то же время любая другая политика не могла бы лучше сочетать сложный характер наших взаимоотношений с восточными соседями Десять лет прошло с момента создания Восточного партнерства В настоящее время появилась необходимость приспособить его к изменениям, происходящим в мире, к новой геополитической реальности в регионе Необходим новый подход к будущему Восточного партнерства в трех отдельных плоскостях В сфере сближения правовых норм, институционального устройства и секторального сотрудничества Сближение законодательства Сближение законодательства происходит путем внедрения положений соглашения об ассоциации, соглашения о партнерстве и сотрудничестве, углубления всеобъемлющих соглашения о свободной торговле Реализуя нормы вышеупомянутых соглашений, страны Восточного партнерства внедряют в систему своего национального законодательства значительный массив правового наследия ЕС Политические реформы должны усиливать публичные институты, возвращать к ним доверие людей и делать их устойчивыми в ситуации внутреннего и внешнего давления Такие реформы должны повлиять на результат за счет значительного снижения уровня коррупции и усиления верховенства права в целом регионе Нашим общим интересом является создание в ближайшем соседстве Евросоюза пространства безопасности, стабильности и благосостояния Иногда мы слышим голоса, что конкретные цели, определенные в соглашении об ассоциации, были малоамбициозными, зато иные цели были намечены слишком предвзято Нам необходимо постараться провести их пересмотр и изменить таким образом, как было недавно принято дополнение в сфере энергетики к соглашению об ассоциации ЕС с Украиной Очень важно, чтобы эти соглашения соответствующим образом отвечали бы потребностям изменяющегося времени испытаниям, стоящим перед нами, а также способствовали усилению секторального сотрудничества Мы бы могли этот процесс назвать соглашениями об ассоциации Плюс, определяя, таким образом, тот политический процесс, который ведет к их модернизации Институциональность второй плоскостью для наших размышлений должна быть институциональность Восточного партнерства Стоит рассмотреть возможность создания секретариата для управления уже существующими системами на платформе Восточного партнерства Такой орган мог бы служить орудием для разработки общей позиции стран Представление идеи более тесного взаимодействия в рамках региональной группы Секторальное сотрудничество третья сфера для возможных изменений Это усиление секторального сотрудничества Список евросоюзных агентств, доступных программ и инструментов для соседних стран Он касается таможенного сотрудничества, транспортной политики, членства в энергетическом или цифровом союзе У нас есть много общих интересов, таких как противодействие миграционной нагрузки Три страны Восточного партнерства, Грузия, Молдавия и Украина, уже пользуются безвизовым режимом Что облегчает налаживание межличностных контактов и сотрудничества между таможенными службами и органами Ответственными за предоставление убежища Этим путем должны пойти все больше партнеров Другой важной составляющей секторального сотрудничества является сеть сообщений Согласно новому ориентировочному плану действий в пользу трансевропейской транспортной сети ТНТ Предусмотрено финансирование инфраструктурных инвестиций на сумму около 13 миллиардов евро Что по данным Европейской комиссии можно потратить для строительства 4800 километров автодорог и железнодорожных путей 6 портов и 11 логистических центров в странах Восточного партнерства Региональное соглашение Рауминги, подписанное нашими партнерами, в свою очередь, могло бы стать первым шагом в направлении создания совместного Раумингового пространства между ЕС и странами Восточного партнерства Что должно еще больше приблизить нас друг к другу Другими потенциальными направлениями секторального сотрудничества являются, среди прочего, энергетическая безопасность, защита природной среды Управление границами, авиабезопасность Кроме этого, министров стран Восточного партнерства можно было бы регулярно приглашать на неформальные встречи секторальных советов ЕС Этот формат доказал свою состоятельность по результатам встреч по форму легмничили торговых советов, на которые приглашаются страны ЭФТО Еще более амбициозной идеей было бы создание региональной экономической зоны стран Восточного партнерства наподобие ЧЕФТО, образованной государствами Вышеградской группы перед их интеграцией с ЕС Сейчас этот торговый режим продолжает функционировать, успешно, на территории государств Западных Балкан Членом организации с 2007 года является также Молдавия Это позволило бы государствам Восточного партнерства интегрироваться между собой, а впоследствии со странами ЕС Например, через либерализацию финансовых услуг или движение высококвалифицированных работников Члены Восточного партнерства отличаются друг от друга Они также имеют разное стремление относительно уровня желаемого сотрудничества с Европейским Союзом И все же страны Восточного партнерства являются примером совместной инициативы, которые все могут пользоваться Спустя 10 лет после создания программы Восточного партнерства Она и впредь содержит потенциал для приближения наших соседей к Европейскому Союзу Мы должны совместно подумать над амбициозной политической программой и изложением фактов, нарративом Что побудило бы к сохранению привлекательности Восточного партнерства для стран-партнеров, но прежде всего, для их граждан Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...